Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, пусть и нашей столицы! Добрый вечер самой преданной болельщики баскетбола! Сегодня большой праздник, я вас поздравляю с праздником! Желаю вам удачи, здоровья и любителей баскетбола, мы всегда рядом с вами! Сегодня в этом прекрасном дворце спорта «Голодая» проходит чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Команда «Динамо-Монфа» принимает команду «Динамо-Буде» в городе Новосибирске. Представляем участниц матча! Наши гости – команда «Динамо-Буде» в городе Новосибирске. Номер четвертый – Мария Апутына. Номер седьмой – Эгидина Арсеньева. Номер девятый – Наталья Покопина. Номер десятый – Винта Дарамак. Номер двенадцатый – капитан команды Сеня Голосовская. Номер четырнадцать – Дэвэра Бетерс. Номер пятнадцатый – Элибург Паркаленко. Номер двенадцатый – Юлия Чайковская. Номер двенадцатый – Ноэль Майо Куфо. Номер двадцать четвертый – Аксана Шабанова. И номер двадцать пятый – Мария Черепанова. Главный тренер команды «Динамо-Буде» в России – Борис Соколовский. Тренер команды – Дмитрий Тударев. Команда «Динамо-Буде» в городе Новосибирске. Внимание, внимание! Команда «Динамо-Москва». Номер четвертый – Татьяна Григорьева. Номер пятый – Экси Тина Гитаревского. Номер седьмой – Эликси Фуэрер. Номер восьмой – Татьяна Абрикосова. Номер десятый – Ольга Новикова. Номер двинадцатый – Ирина Соколовская. Номер четвертый – Анастасия Логинова. Номер тринадцатый – Надежда Гришаева. Номер двадцатый – Капитан команды «Крестик Толе». Номер двадцатый – Номер двадцатый – Вероника Доршева. Номер двадцатый – Анна Дабович. И номер двадцатый – Киночатер. Главный тренер команды Владимир Петруштам. Тренер команды Александр Пономаренко. Президент клуба. Двукратная олимпийская чемпионка. Заслуженный тренера страны. Заслуженный мастер спорта. Татьяна Николаевна Овечина. Генеральный партнер «Динамо Москва». Барн Москвы. Команда «Динамо Москва». Судей и бригады сегодняшнего матча. Старший судья. Судья Кипа. Александр Романов Екатеринбург. Судья. Судья международной категории. Федор Дмитриев. Московская область. Судья в всей российской категории. Владислав Воронин. Ростов-Гнадоу. Комитарный мастер. Почетный судья. Международной категории. Михаил Кригорьев. Москва. Финк российской федерации. Поговорим о кредитах на примере фитнеса. Так, тренируемся по-быстренькому. Привет. Иногда по-быстренькому, себе дороже. Так же и с кредитами. Не спешите брать их быстро и дорого. Приходите в Банк Москвы. Кредит наличными от Банка Москвы – это действительно низкие процентные ставки. Банк Москвы меняет ваше представление о кредитах. Банк Москвы. Большой банк – маленький процент по кредиту. Принимайте взвешенные решения. Команда Анатольевна. Команда Анатольевна. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, все слышно, все прекрасно. Всем добрый день. У микрофона Михаил Рештов. И на всякий случай, кого не видел, но кого знаю, кого не знаю в том числе. Поздравляю с праздником. Мы с вами на улице Островная, во дворце спорта «Динамо». И будем просматривать очередной матч чемпионата России по баскетболу среди женских команд. Или матчи премьер-лиги женской. Московская «Динамо» сегодня встречается с своими одноклубницами, по крайней мере, тезками по названию «Динамо». ГУВД, город Новосибирск, и глядя на турнирную таблицу, можно сказать, что, в общем, соперник, с одной стороны, и не очень, что бы, так, силен был. Московская «Динамо» на третьей строчке, 9 побед, 3 поражения, одинаковые цифры с клубом «Спарта» НТК видно и с «Надеждой» из Оренбурга. Но по разнице заброшенных пропущенных, хотя и по разнице заброшенных пропущенных тоже, в общем, абсолютная идентичность. В общем, три клуба, которые находятся на второй строчке, и получается так, что восьмая строчка принадлежит «Динамо» ГУВД из Новосибирска. Две победы в двух матчах, в 12 матчах при 10 поражениях. Не ах, как вроде бы сладко, но при этом понимаем прекрасно, что в целом, наверное, по составу, и в том числе и по тренерскому потенциалу, а Борис Соколовский руководит этим коллективом, команда может наделать много неприятностей. Ее стоит опасаться, здесь не спустя рукава, естественно, будет проходить противостояние, поскольку в команде соперниц есть и доминирующие центровые, и с ростовыми показателями, которые, в общем, «Динамо» в московском недоступны. Ну, по крайней мере, игрокам здесь все в пределах 190-193 останавливается. А вот у наших конкуренток там как раз есть баскетболистки с весьма внушительными артропометрическими данными. Но напомню о том, что это прежде всего, конечно же, Любовь Паскаленко. У нее 2 метра 3 сантиметра рост. Есть Маша Черепанова 190, но она, скорее всего, такая не столько центровая, сколько пауэр-форвардом играющая. Это Мария Бакулина, тоже 190 сантиметров, и Оксана Шабанова. Вот, пожалуй, всех больших и опасных я обозначил. Есть Бельгийга Ноэми Майомбо, есть американка Девера Петерс, и есть баскетболистка из Швеции Пинта Драмых. Все остальные действующие лица нам хорошо знакомы. Это Мария Бакулина, это Екатерина Арсеньева, Наталья Потемина, Юлия Чайковская, Оксана Шабанова. И помогает Борису Соколовскому, Дмитрию Дударев, Сергей Мухаев. Да, в зале присутствует главный тренер сборной России, просматривает состав кандидатов и так далее, и тому подобное. Анатолий Дмитриевич Мышкин, главный тренер сборной страны вот с недавнего времени. Ну, а теперь нам показывают и Арсеньеву, и Москаленко. Они выходят в стартовом составе, он будет архи-интернациональным, как, в общем-то, и в нашем тоже клубе. Напоминаю, что прямую трансляцию можете смотреть на официальном сайте www.bcdinamo.ru В формате HD. Для вас этот матч работает Михаил Рештов, и Владимир Штам выпустил Веронику Торышеву, выпустил Надю Гришаеву, выпустил Кристи Толивер, Тину Чарльз и Линси Уолен под седьмым номером. Динамо в белой форме, здесь традиционная расцветка, домашняя команда, она всегда в светлых тонах, ну и в темной одноклубнице из Новосибирска. Обслуживает поединок, вот арбитров не представил, небольшой, конечно, пробел. Комиссарит Михаил Григорьев, ну, заслуженный, перезаслуженный человек здесь без лишних регалий. Стоит сказать, просто Михаил Григорьев, все понятно абсолютно. Старший судья в поле Александр Романов, из Екатеринбурга Федор Дмитриев, ему помогает Владислав Еремин. Воронин, прошу прощения, соответственно, из Мособласти и Ростова-на-Дону. Вероника Торошова совершает первый бросок мимо. Сегодня у нас онлайн-статистика, все просто прекрасно. Николаю Штаму огромное спасибо за организацию удобного рабочего места. В принципе, за организацию этих ТВ-трансляций не один, в общем, один из немногих клубов Московской Динамо, которые могут похвастаться от организации именно показов в режиме реального времени. Домашних матчей Толивер Кристи сейчас. Кристи Толивер хорошо убегает. Вы знаете, здесь, в общем, и передача была хороша, и оберванули вовремя. Здесь, скорее, стоит говорить не столько о великолепном нападении, сколько о плохой защите. Не подстраховывали, никого не было из маленьких. Итак, вдвоем против Кольца вышли обе защитницы Динамо. Здесь пустили немножко под свободный бросок. Да. Но Петра, слава богу, промахнулась. Ну и на всякий случай, Ксения Соколовская, ее нет на площадке, она капитанит. А, нет, она на площадке, конечно же. Она капитанит в Динамо ГУВД. Такой хороший рывок. Вот как раз Ксюша Соколовская сейчас и бросала по кольцу. Мяч залетает в корзину. Ксения Колосовская, наверное, Ксения. Да, не будут Сырой Соколовской и Ксения Колосовская. Два разных человека абсолютно. Далее. Отняли меня сейчас, да? Сейчас была какая-то ошибка. И поэтому владение переходит к Динамо ГУВД. Они же атакуют. По два ничья. Кристи Толивер мяч отняла. Роскошный совершенно проход. Здорово она в один-в-один разбирается в своей визави. Так. Закусила, что ли, не знаю сказать. Но это как раз та самая... Разве это, ну, Манкомпо? Да, да, точно, абсолютно. Имена на... Посмотрим ГУВД, каким образом. Вот хороший заброс сейчас был после вертикального заслона. Вход, открывание. Здесь защита большие, должны разбираться. Маскаленко нужно отрезать, либо внизу с нею работать. Сейчас ударили по рукам. Да, Вероника Дорошева зацепила. Линдси Уоллен, в общем, в мяч чисто выцарапал его. И к ней, в общем, без претензий. Да и обе, и Вероника, и Линдси Уоллен выполняли ту черновую работу, которая упадает на игроков не очень высокого роста, задней линии, которая подстраховывает своего большого в игре против... В защите против Большой Ж. Пробежка. Сейчас подтаскивала немного опорную ногу. В целом, конечно же, такие ростовые данные просто великолепные у... Любовь Паскаленко, но при этом нужно уметь ими распоряжаться еще. На Надю Гришаеву передача. Бросок хорошо со средней дистанции. Причем вы имейте в виду, что вот как раз Паскаленко, она будет играть против Нади Гришаева и в защите. И что если она будет ее караулить под кольцом, как это было сейчас, то она получает очень много заброшенных мячей. Сегодня через руки вот здесь вот с ней сложно играть. Почему она не завершает сразу же свою же вот эту атаку, которую... Сама себе и... Организовала, сложно сказать. Поскольку был подбор, но можно было добавлять. Там нет соперниц в Росте, там нет вообще соперниц для нее, поэтому с полуразворота, полукрючком левым правом уж наверняка этот компонент тренируют неоднократно. Хорошо, штрафные выполняют. Посмотрите, мяч залетает. Кольцо после первого броска не залетает. После второго не отняли сейчас у Тины Чарлис, она забрала этот мяч. Вероника Торышева. Тин Чарльз. Ее точка. Она сейчас и маленькая, и большая. И Паскаленко, и Майомбо забрали этот мяч. Издали. Линдси Уолен. Чуть дистанцию разорвала между собой. При игре в защите нападающей. Дала Маше Черепановой вынести мяч. Причем так, и прицелиться при этом дала. Там особо много времени на это не нужно. Скорострельность очень приличная, но... Тем не менее. Майомбо. Так, переброс был. Сложно комментировать эту ситуацию. За что-то она зацепилась. Где-то обо что-то споткнулась. И при этом такая вот потеря мяча. Обидная. Произошла. Линдси Уолен. Толивер открывается под пас с левого фланга. Ей передача не идет. Вот так сыграли через Надю Гришаеву. Надя один в один крутит пробежку. Сложно. Вполне вероятно. Так и есть Владимир там. Но как-то он согласен, не согласен, непонятно. Может быть, просто философски молчит. В том смысле, что если дали свисток, уже вряд ли его отменят. Эндонован присутствует здесь в зале. Так, ни много, ни мало. Но скаутская служба в WNBA. По чью душу приехала. Но я подозреваю, что, наверное, и Кристи Толивер определенный интерес, конечно же, представляет. И не меньше интерес также представляет Элинс и Уолен. Все они прекрасно знают, кто здесь. Вполне вероятно, что они с ней будут общаться. Идти на Чарльз, конечно же. Ну, может быть, еще кого-то и зацепят в тренировочные лагеря, на просмотр и так далее. В общем, почему бы и, собственно, нет заодно. Ну, Дегриша его прошла, сфалили на ней. И будет пробивать она штрафные. Девера Петерс нарушает правила ей. Уж даже не знаю, какой фолл по счету. А мы сейчас глянем совершенно спокойно. Вот Петерс – это первая персональная. Также еще одна есть у Майомба. И Колосовская набрала два очка. Так и это ее единственный результативный бросок. Был Паскаленко – одно очко и Черепанова – три. Вот Паскаленко как раз сейчас уходит с площадки, ее меняют. И выходит под четвертым номером Маша Бакулина. Метр девяносто. Позиция центровая тоже, но... Конечно, она подвижнее, поуниверсальнее, но пониже ростом. Мяч в кольце с линии Штрафнова. Надя Гришаева. Вместо нее Логинова. Настя вышла. Вот такой мяч заходит. Почему нет, собственно, если дают бросать? Особенно с вот таких точек. Но при этом 11.8, да. Плюс три у Динамо. Передача в арбитра. Но потому что игрок обладает хорошим, в принципе, хорошим периферическим зрением. Он видит, что там кто-то есть, знаете. И после дриблинга туда скидка следует. Совершенно оправданно. Но арбитр, правда, немножко в другой цветовой гамме. Перепутали. Перепутали. Вероника Дорошева это сделала. Мы спасли мяч, в общем, и два штрафных вместо потери мы с вами сейчас будем. Увидим, как будут исполняться. Первый мяч мимо. 4.43. Напоминаю, что это домашняя игра. Что это, между прочим, ответный матч. Да, да, да. Да, Динамо Москва. 65.84. Первый поединок не в пользу ГУВД завершился в Новосибирске. Датирован был 10 ноября. Предыдущее поражение было. Поражение у Динамо ГУВД. Их сразу 3. Следовало 4. 5. 5 поражений к ряду. От Вологды Чевакаты в Вологде. От Динамо Курск у себя на площадке. От Спарта НК. Затем у ГМК. У себя на паркете. Но при этом. Вот Динамо также проиграли ГУВД Энергии. 64.73. Ну и вот теперь в столице игра. Дальше Надежда, Енисей, Спартак. Вологды Чевакаты. И Динамо Курск. Последняя игра на выезде. 3 марта. Это регулярный чемпионат. Имеется в виду. Ну вот все рассказал. Вроде бы. Ну вот сейчас командную статистику будем смотреть с вами поподробнее. 3.28 остается до конца первой четверти. Проход под кольцо. Но по моему бы чуть раньше останавливает свисток. Будет происходить там прихват какой-то за руку. Случился. Гришаева выходит. И Ира Соколовская. Вероника Торошуа отдыхает. И Тина Чарльз. Ну и владение Маши Черепанова. Из-за боковой. На моем бы вынесли. Передача на штраф. Питерс. Со средней хорошо. Линдси Уоллин. Посмотрите какие скоростные качества. Прекрасно просто. И здорово. Обманное движение на Настю Логину. Посмотрите как она бегает. Здорово в контратаку. Она поддерживает маленьких. На очень приличной скорости. Проверка была. Да. Шага без ведения начинает движение. Баскетболистки причем очень часто. И отсюда вот собственно свистки проблемы и все остальное. Итак. 7 очков у Кристи Толивер. Она самая результативная в московском Динамо. 7. Да. Так и есть. 4 у Нади Гришаевой. По 2 у Линдси Уоллин. И Настя Логиновой. Настя еще разок бросает. Оправданно совершенно. Атака была. Увели на чистую бросковую позицию. И так не очень издалека. Но пробили. Опять пробежка. Замена в мидору у нас два. Номер пятый Кирилл Китаренкова. Для американок сложно адаптироваться к тем представлениям и к тем стандартам, которые существуют. Именно в отношении к этому нарушению. У российских арбитров. У европейских в принципе. То есть вот это движение, оно всегда спорное. Достаточно. И то, что делает Девера Питерс. То, что дозволено в США, здесь не проходит. Вот такое легкое недопонимание. Она обращается к тренеру, чтобы он пообщался с арбитрами. Может чего-то и исправит. Катя Федоренкова вышла на площадку. Вместе с Таней Абрикосовой. Сейчас не очень аккуратно. Наверное, все-таки была передача. Вот разыгрывающая последовала на правый фланг. И там этот мяч сложно было выловить. Он ушел в аут. Сейчас, знаете, сейчас новые модели кроссовок, новые расцветки выходят. Многие баскетболисты, они где-то в одинаковой цветовой гамме выступают. Я бы обратил внимание, если будут показывать крупно, обувь Иры Соколовской. Тут немножко отличается. Мне больше импонирует вот такая модель. Бросок. Ее как раз бросок издали. Промах. Надю Гришаеву отрезали. Была очень грамотно поставлена спина Машей Бакулиной. Теперь ГУВД уже в атаке. Бэкдор. Хорошее обманное движение. Можно было чуть побыстрее ускориться и на проход играть, наверное. Баскетболистки из Новосиба. А теперь на Надю Гришаеву и один в один. Не получается. Не хватает ей все-таки немного то ли злости, то ли мощи. Честно сказать, вот чего-то такого не достает. Все вроде бы есть. А вот... Настя Логинова сейчас не успела ногами доработать. Даже не пыталась подстроиться. Просто она... На смену направлений соперницы она отреагировала боком, таким боковым движением, перекрестным толчком, грубо говоря. Майомба вышла на площадку под двадцатым номером. Петерс. Черепанова по лицевой делает забегание. Вот какая двойка. Роскошная совершенно. Проходит эта комбинация. Петерс получила пас, завершила атаку. И менее минуты уже тридцать девять секунд остается до конца первой четверти. Гадя Федоренкова на Настю Логинову. Ира Соколовская. Шесть. Ну, молодец. Можно было и скидку сделать. Передача там. И Настя Логинова входила, и Ира Соколовская врывалась. Но если уже решила Таня Абрикосов завершать атаку, почему нет, собственно. Бросок последовал, но промах. И получили контратаку за воротник 15-14. Ну, вот мы с вами увидели и, собственно, Бельгику в действии, шведку в действии. Бинто Драмех. Драмех. Все. Итак, первая четверть закончилась. Нужно сказать, что вот этот вот игровой состав, последний немножко растерянным, вышел. А ДОТА, вот та пятерка, которая работала против. Была очень даже себе конкурентноспособная. Через минуту продолжим. Поговорим о кредитах на примере фитнеса. Так, тренируемся по-быстренькому. Привет. Иногда по-быстренькому себе дороже. Так же и с кредитами. Не спешите брать их быстро и дорого. Приходите в Банк Москвы. Кредит наличными от Банка Москвы – это действительно низкие процентные ставки. Банк Москвы меняет ваше представление о кредитах. Банк Москвы. Большой банк. Маленький процент по кредиту. Принимайте взвешенные решения. Написано на табло «Верить». То есть остается менее минуты до конца перерыва между первой и второй четвертями. Это прямая трансляция с улицы Островная, с домашней площадки женского баскетбольного клуба «Динамо». В режиме реального времени мы с вами смотрим в формате HD, на официальном сайте www.dinamo.ru Противостояние «Динамо» из Москвы и «Динамо» из Новосибирска с приставкой «ГУВД». И пока невелика разница в счете, но по игре начало этого поединка было исключительно московским. Мне просто интересно, почему Анна Дабович сидит на скамейке запасных. Ну, Анна Дабович, в общем, перенесла. Вы знаете, достаточно неприятная операция, которая в целом сейчас щелкается как семечки, но сам период восстановления очень важен. Просто плавал, знаю, и здесь в случае чего-то не такого, какого-то отклонения, да, неправильной динамики, может получиться неприятные последствия. А так, в целом, Анна Дабович прооперировала мениск у себя в Сербии и теперь вернулась, вот, ну, говорит, что может играть уже, да. Но там буквально, если утром тебе делать, вечером ты уже ходить можешь. Там с костылями, с поддержкой, но в целом, если артероскопическое, я, видимо, по-другому сейчас не делаю, то выздоровление потребует, займет не очень много времени. Пробежка была сейчас. Да, дали ее Тине Чарльз. Давайте посмотрим, кто сейчас, какие составы на площадке. Тина Чарльз, Вероника Дорошева, Рене Кристи Толивер, Надежда Гришаева и Линси Мари Уэллен. Вот какая пятерка у Динамо. Владимир Штам ее выпустил. И Борис Соколовский обходится сейчас с тремя легионерами. Это американка, шведка и бельгийка. То есть, но и Майомба, 20-е, на позиции основной разыгрывающей. Шведка, бинта Драмех, под 10-м номером, это форвард. И Эдевера Петерс, пауэр-форвард. Поскольку на позиции центрового опять играет Любовь Пускаленко. И кто теперь у нас из российских баскетболисток? Ксения Колосовская, она же капитан команды, вышла. Номер 12, обратите на нее внимание. Ну и Мария Черепанова под номером 25. Всю пятерку назвал, промок сейчас последовал. В исполнении наших соперниц. 15-14 бегает уже почти. Скоро будет 2 минуты, как без результата, без заброшенных мячей, так скажем. Результат какой-то есть, наверное. Ну как усталость, например. Тоже результат в такой ситуации. Колосовская прошла, не забросила. Надя Гришаева перевела на Веронику Дорошеву. Линдси Волин, игра один в один. Очень уверенное завершение. Хорошо, здесь даже думать особо не нужно было. Никто не держал. И с линии штрафного броска. Черепанова отдала передачу на Петерс. Петерс бросила. Вот так. На подборе находит нарушение правил. Странная ситуация. Сейчас Черепанова, по-моему, отталкивала как раз Вероника Дорошева. Второй пол. Лучше поминали, который, чтобы это было сделано. Кристи Толливера, 7 набранных. 0 результативных передач при этом. Для заднего игрока, конечно, 0 результативных передач. Сейчас Линдси Волин выполняет позицию на позиции дирижера. Играет, что ли, роль эту исполняет. Так же, как Катя Федоренкова тоже вышла, подменила ее. Но в целом, распасовывать было бы неплохо. Но вот первая результативная уже пошла. Торопился я, не был уверен. Был уверен абсолютно, что Тина Чарльз забросит из-под кольца. Вот в такой ситуации этого следовало ожидать. Надя Гришаева уверенно отсекает Паскаленко, уступая в росте больше 10 сантиметров. Тем не менее, играет уверенно. Ну так сказать, кондачка не выходит у Паскаленко, чтобы мяч вот так забрать. Так. Колосовская прошла, бросила. Не так бесхитрестно, весьма прямолинейно действовала. Пару таких дерганных движений корпусом, вроде как убрать защитницу. А с другой стороны, вообще даже никто бы и не поверил. Вероника Дорошева присаживается на скамейку запасных. Ира Соколовская. Вы знаете, так вроде как скоростно получается играть. Здесь не видим, например, бросков издали. Вот трехочковые попадания вообще как класс отсутствуют. Давайте глянем. Вот ни разу, нет, один раз пытались. Кто бы это был. Это была Карасира Соколовская. Мяч не пошел. И в целом отказались вообще от такой практики. А это странно. В Динамо ГУВД ездили одна точная попытка Маши Черепановой. При этом три броска было предпринято. Значит, два промаха. Со спины хорошо выбит этот мяч. Здорово сейчас. Это была передача роскошная совершенно от Кристи Тольвер. Так она доигрывала этот момент, да. Вытолкнула мяч из-за лицевой. И получилось, что вроде как даже мяч срикошетил в руки. Вроде как даже пас. На линии штрафного броска. И четыре набранных было. Так вот разница в одно очко после первой четверти остается. Меняется это или не поменяется? Вот вопрос на самом деле. 6.50. Остается играть до большого перерыва. В формат HD, в режиме онлайн. Мы с вами смотрим прямую трансляцию на официальном сайте. Динамо с клубом 3W, WVC, DINAMO.RU. Уолен с мячом на Надю Гришаеву передача. Там дабл-тим вроде как образовался. Ира Соколовская одна. Здесь некоторый принципиальный момент, конечно же, существует. Ира Соколовская играет против команды своего отца, Бориса Соколовского. Деваро Питерс нарушает правила. Нет, не то, что она стесняется. Наоборот, стремится забросить мяч. Я проявила Соколовского. Это точно, абсолютно. Даже никаких вопросов не может быть. Линцеволин. Вот так вот. Отлично было сыграно. Просто здорово. Даже не двоечка, но взаимодействие на коротке. Весьма уверенно распределили мяч. И повели уже плюс 4. 20-16. 6 минут, 6 секунд остается. У нас 9 набранных у Толивер. 5 у Нади Гришаевой. 4 у Линцеволин. 6 Питерс. 3 Черепанова. 2 Драмих и 1 Паскаленко. 1 очко. Ксения Штрафного броска сейчас. Точная была соперница. Ксения Колосовская. Бросок. И ес. Надя Гришаева. Сейчас это первый, похоже. Да, вот за фактически уже первую половину игры чистейший такой бросок с сопротивлением. Чисто выполненный и самое главное точный в исполнении нашего форварда. Но при этом, еще раз повторюсь, что ей тяжеловато приходится играть против Юлия Паскаленко. Ну вот выходит на замену Мария Бакулина. А Любовь Паскаленко уходит на скамейку запасных. Владимир же там вроде не приготовил никаких замен. Сегодня не такая частая ротация. В целом достаточно устойчивый состав игровой. Линдси Уолин, Надя Гришаева. Но и он оптимальный, пожалуй, за исключением там может быть на замен позиции. Третьего, четвертого номеров. Второго тоже, пожалуй. Борис Соколовский. Крупно на ваших экранах. Линдси Уолин. Игра один в один. Она забросит мяч. Мяч засчитывается. Еще один штрафной будет выполняться. Девера Петерс. Так, пришлепнула по рукам. В целом такого стопроцентного желания, конечно же, накрыть этот бросок. Да и движение не было сделано. Было половинчатым, поэтому нарушение правил переключалось, тем паче, со своей защитницей на Линдси Уолин. Помогало кому-то из своих. Майомбо делали скидочку. Хорошо сейчас разыграли. Просто отличная комбинация на вот этот треугольник, причем на периметре. Здорово. Бинта Драма. Забрасывает мяч. Хорошая такая, левша. Грамотный бросок был. Ну, удивляет не то, что она умеет набирать, да, очки там после таких ситуаций. А в целом, чтобы вот так вот хорошо и правильно все было разыграно. Мария Черепанова на площадке появляется вместо колоссовской Ксении капитан Динамо КВД уходит отдохнуть. И зонное построение, схема 2-3 с двойным отбором мешает Тини Чарльз. На Надю Гришаеву, Толивер. Толивер, а то ее разбуди. Я уверен абсолютно, да, и мяч, она попадет в кольцо. Причем даже не знаю, где это кольцо находится. Уверенно реагирует. Да, увидели сейчас. Отскок такой был не очень правильный. И ни дальний, ни средний, низкий при этом. Ну и все равно мяч забирает. Тут же задирается голова. Бросок происходит. Два набранных. Четко все. Толивер на Надю Гришаеву. Гришаева дальше по периметру Ира Соколовская. Один в один. Проход. Хорошо. Хорошо все сделала. Осталось только попасть. Что ей помешало попасть? Вообще сложно сказать. И она сама себя спрашивает, так удивляется. Мяч мимо пролетает. 29-21. 8 очков. 4 минуты еще играет. До большого перерыва. Лера Соколовская. За ней подбор. Линдси Уоллин. Хороший заслон сейчас последовал. Можно сказать, что это заслон. Да, Тина Чарльз особо ничего не делала. Она бежала спиной. Просто достаточно медленно. И ею, в общем, как мебелью, фактически воспользовалась Линдси Уоллин. Она навела свою защитницу на Тину Чарльз. На центровую. Свободно проходит под кольцо. Никто не страхует. Плюс 10 у Динамо. Ну, так, фактически вдох-выдох, знаете, можно произвести. Свободный. 31-21. Ну, еще раз напоминаю о том, что генеральный партнер женского баскетбольного клуба Динамо Банк Москвы, что на официальном сайте клубе клуба 3wwbc-dinamo.ru вы можете смотреть и только здесь трансляции в формате HD. Возвращаемся в действие. Минутный перерыв закончен. Сейчас последуют замены какие-нибудь или нет, мы с вами узнаем, увидев составы команд. Так, московская Динамо. Вот расписание матчей. Российская премьер-лиги женской энергии. Это на выезде. У ГМК у себя на площадке, затем у себя на площадке Надежда из Оренбурга, на выезде Енисей. Это вот самый дальний перелет в Красноярск будет. Будет сложно. И Динамо-Спартак. Это, опять же, домашний поединок. Так что бросок со средней промах. Паскаленко забирает этот мяч. Ну, и тут же запущен, во-первых, отчет времени по новой отведенный на атаку, так же, как и через Паскаленко. Эта не Черепанова передача неудачная прошла. Это Оксана Шабанова пыталась двоечку разыграть. Так, на сей раз у Линдси Уоллен мяч летит мимо, но при этом дадут фолы. Бинто Драмах нарушает правила. Два штрафных мы с вами увидим в исполнении Линдси Уоллен. Не выйти он так катанем, но набирает Кристи Толивер 11. Линдси Уоллен 9 очков. Тина Чалес присаживается на скамейку. Под аплодисменты Эндонован. У наших гостей четыре командных балла. Проход, Толивер. И вот сейчас тоже очень неплохая скидка была на Логинову. Но чуть-чуть бы подкрутить мячик, все было бы в полном порядке. На номер четвертая первая аэропорта. Проход под кольцо сейчас будет. Да, Драмик прошла, бросила. Накрыли ее. Надя Гришаева забирает мяч. Тут же на Линдси Уоллен передача. Там видишь, что Ира Соколовская. Что? Что? Сейчас? Почему? Сейчас откуда пробежка? По-моему, перебарщивают немного. Не-не-не-не. Что-то такое сейчас. Немножко путаницу вели арбитры. Причем они уже какой-то... Какой раз уже спорный такой свисток дают. Непонятный. Драмик хорошо между двумя защитницами. Все правильно, абсолютно сделал верное решение. На такой паузе, да, видели мяч. Подвис на левой руке. Дальше был выбор, либо уходить прямо, вернее, либо уходить вправо, переводить мяч, либо бросать. Она между двумя защитницами прокинула. Причем это было очень даже просто. Надя Гришаева здорово выбирает бросковую позицию. Анастасия Логиновой даже досталась. Немножко повалялась она в районе штрафного броска. Постфактум. Так, Катя Федоренкова пойдет сейчас, да, на площадку под пятым номером. И Таня Абрикосова. Линдси Уоллин, Кристи Толливер. Больше чем уверен, именно двоих меняет Уоллин. Да, все. Отправились американки отдыхать. Но, честно говоря, конечно, главный тренер Коннектикут, Линдси Уоллин, она же и скаут. Дабл НБ, я здесь ошибки не сделал, поскольку она к своему двору, в общем, выбирает народ. К своей команде приехала. Но по чью душу сложно понять Линдси Уоллин, Кристи Толливер и Тина Чарльз. Кто из них троих ее больше интересует. Можно будет просто спросить, что делает, да, но если скажет, какие военные секреты существуют. А вот и Аня Дабович. Ну, давайте посмотрим, как операции делает Сербия. Да, ошибка сейчас. Драмик нарушает правила, причем идет сознательно на эти фолы. Сознательно зачем? Сложно сказать. Полторы минуты, 35-23. 8 очков разницы и до 10 опять можно увеличить. С линии штрафного вместо Иры Соколовской выходит Аня Дабович. Но у Иры, честно сказать, что прям вот... То, что она набросала сегодня очень много, такого нет. У нее три промаха издали, один со средней, неточный бросок. То есть 0 из 4. Ну, пару подборов сделано. И один перехват. Элинси Уоллин, Кристи Толивер. Хороший очень показ сейчас, крупный план такой прямо. Минута 35, да, действительно, до окончания второй четверти или до большого перерыва. Плюс 14 у Динамо. Солидный запас на самом деле. Если смотреть первую игру сезона между клубами, то... Посмотрите, здесь и результативность тоже очень показана. Уоллин и Толивер набрали по 11 очков. 9 у Гришаевой. Если брать первую игру сезона между этими клубами, еще раз повторюсь, она состоялась 10 ноября, то разница-то и была как раз почти 19-очковая. Где-то вот в том же формате мы с вами и... Мы с вами и пребываем и сейчас. Ну вот, чуть-чуть совсем. В общем, все получается. Сейчас эксперименты с составом, которым прибегает Владимир Штам, они, в общем, не так краткосрочны. Первое, да. Во-вторых, очень даже обоснованы сегодня. И, в-третьих, они продуктивны, поскольку вот те замены последовали, которые уже были, да, по передней линии все сложилось. И Настя Логинова входит в игру. И Надя Гришаева сегодня, в общем, никто больше не нужен в качестве помощницы. Играет и сольная партия выполняет очень даже. Ну и задняя линия, пожалуйста, вышли сейчас уже Таня Абрикосова еще раз и Катя Федоренкова. То есть эту пару защитниц начинает наигрывать. Так же, как и у него вот так образовалась Неволин. Теперь меняет Кристи Толивера у Владимира Штама. А, собственно, они выходят в сочетании. Это очень даже неплохо и даже... Очень-очень продуктивно. Анна Дабович не догоняет этот мяч. Передача была плохая. Брака сегодня много, кстати, в пасах. Причем, как и у именитых, у Линцы Уолина, у Кристи Толивер могут себе позволить. Они, конечно, так непонятно, что отчебучить. Так же и... Катя Федоренкова запускает Майомба. Как-то не очень на ногах сидит. Вот здесь она подстраховывает. Понятно, почему она не следует за свои нападающие. В общем, никакой опасности Майомба не представляла. Отдала передачу, ушла по лицевой на левый фланг. И спиной к мячу при этом была. Но вот чуть раньше, когда Майомба, собственно, Дрюлинг начинала, и от нее последовала вот эта вот скидка. 37.24. Динамо ГУВД. Ну, можно сказать так, откусывает немного. Вот серьезного достаточно дефицита. Два набранных очка после штрафных. 14-м номером Петерс. Таня Абрикосова. Так, Настя Логинова. Дабович ждет передачи хорошие. Скидка последовала. И Настя Логинова умеет. Может, спокойно вот сейчас бросила. Майомба бежит. 20-19 секунд. Может, так особо не гнать, конечно, и поразыграть. Получше. Маша Черепанова зашла под кольцо. Ну и... Тоже, в общем, такой момент, как и те предыдущие пробежки, которые свистнули, да, три штуки. Можно дать и поиграть, можно сразу же останавливать матч. Ну, чуть подтолкнула она, но при этом чистейшей воды блокшот, конечно, и причем красиво исполнен был. Ну, арбитры. Сегодня игры так работают без допусков. Черепанова на линии штрафного. И второй мяч тоже залетает. Вот 4 очка к ряду с линии мы получаем. До 10 очков сокращена разница. Но все равно плюс 10. То есть, ну, если первую четверть мы начали ни шатка, ни валка. Вспомним, да, какая у нас разница была. В одну очко, по-моему. 19 на 18. Все, вот теперь большой перерыв. К сожалению, Таня промахнулась. Было бы неплохо попасть. Но и без того хватат. Без того, в общем, коллективно и как-то начали, в общем, даже контролировать этот поединок. Ход игры. Так что все в полном порядке. Минут через 12 на том же месте. Жду вас. Поговорим о кредитах на примере фитнеса. Так, тренируемся по-быстренькому. Привет. Иногда по-быстренькому себе дороже. Так же и с кредитами. Не спешите брать их быстро и дорого. Приходите в Банк Москвы. Кредит наличными от Банка Москвы – это действительно низкие процентные ставки. Банк Москвы меняет ваше представление о кредитах. Банк Москвы. Большой банк. Маленький процент по кредиту. Принимайте взвешенные решения. Банк Москвы. 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 Продолжение следует... 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 И давайте по четвертям. 15-14. «Динамо Москва» выигрывает первую четверть. 22-13. Вторую. Таким образом, плюс 10 на данный момент. Третья четверть. И прямая трансляция на официальном сайте www.dinamo.ru в формате HD. Напоминаем о том, что генеральный партнер баскетбольного женского клуба «Динамо» — Банк Москвы. Проход под кольцо. Линциолин. Очередные два очка. Вот у нее уже 13. Она выходит в абсолютные лидеры этого матча по результативности. Да, Черепанова, конечно же, Мария. Само собой, Майомбо. Ноэми с мячом. Вот Петерс отдавала сейчас оригинальную передачу. Петерс под 14-м номером. Бакулина назвала она под четвертым. И кто еще? Еще Ксения Колосовская, капитан «Динамо ГУВД Новосибирск» под 12-м номером. Итак, 39-27. 12 очков введем. И при этом сейчас переход владения. Много очень ошибок у соперниц. Очень много. Знаете, вот потерям... Потери, да, 15-9. Вот такое преимущество. Хотя, по-моему, даже побольше будет в этой цифре. Знаете, Гришаева общается сейчас с Тиной Чарльз. Вот наверняка Лев Монблит, который брал интервью в перерыве у Энн Донован, он точно абсолютно поинтересовался у Энн, кто же все-таки ей так мил сегодня и по какому поводу она приехала в Россию, да еще на Крещенские морозы. Я больше чем уверен, что если вы внимательно слушали, то услышали, что нужно данную информацию. Мне она пока недоступна. Ладно, потом поделитесь при встрече. Кристи Толливер, Надя Гришаева ставит высокий заслон. По крайней мере, попытка была. Обманное движение, уход вправо. Передача на Веронику Дорошеву треха не летит. Динамо нет еще ни одного дальнего попадания. Персональные фаллы 11-8, также плюс 3 у нас. Колоссовская на Черепанову. И отличный бросок на Петерс со средней дистанции. Уверенное завершение атаки. Уверенное. Здесь даже, в общем, и выдумывать ничего не нужно было, никакой паровоз. И вот Кристи Толливер тоже из-за трехочковой. Динамо уже похоже промахов 6-7. Надя Гришаева и из-под кольца также совершает потерю. Промахнулась. Еще мяч от ноги. От нее уходит в аут. Так, трехи у нас 0 из 4 было и уже 2. 0 из 6, да. И 2 из 5. Динамо ГУВД 2 трешки да попало. Вот попадим мы хотя бы так же парочку. Вот добавьте. 39-29 и 2 трехочковых. Сюда как раз будет плюс 14 разницы. С счетом того, что в ответ Динамо ГУВД может набрать 2 очка. Да, гипотетически. При там 50-процентной реализации бросков. А у них какой процент? Ой-ой-ой. У них 24 со средней. 6 из 25. Это наша защита. Это здорово. Работаем индивидуально. И вблизи кольца. Обидно. Сейчас прямо в ногу Линдси Уоллен. Мяч ударяется. И 14 секунд сейчас могут давить. Нет. 5 оставили. Должны были. От ноги мяч уходит в аут. Не просто вот Линдси Уоллен. От ее ноги. Нет. 4-3 секунды. Здорово. Отлично сейчас. Вы знаете, Мария Бакулина выкрутилась из этой сложнейшей ситуации. Она буквально выкрутилась. По-другому не скажешь. Набрала 2 очка. Удачный очень бросок со средней получился. Обошла защитницу так бочком. Отодвинула локтем. Расчистила себе бросковую позицию. Опять у нас потеря. Черепанова, Маша дерется мячом. И трех летит. Ну, по крайней мере, мяч направлялся в сторону кольца. Ударился одушку. Отскок. Кристи Толивер на висящей на закорках защитнице. Отняли мяч. Не без фаллапа, не без нарушения правил. Это было сделано, по-моему. Вот какая резкая смена направлений. Третий фалл получила Кристи Толивер. Кристи Толивер выдают фолл. Да, при этом ее до того чуть-чуть подприжали, попридержали, прямо скажем, в нападении. Тоже очень странно. Такое предвзятое немножко отношение к одному игроку на протяжении вот этого игрового момента. Нападение и защита в совокупности. Ну и Надя Гришаева. Ее универсализм нам показали. Девять набранных очков. Три из пяти штрафные, три из шести с игры. Это 50 процентов. Шесть подборов. Нет, восемь подборов. Шесть под своим, два под чужим. И еще перехват. Анастасия Логинова появляется на площадке. Она поменяет сейчас Надю Гришаеву. Анастасия Логинова, номер 14. Ну вот, тоже пойми, главных тренеров, вроде все идет, вроде все получается. Здесь ничего такого не происходило. Вдруг взяли, бац, взяли, поменяли. Ну, за что-то ведь должно быть. Ну, по крайней мере, мне кажется, что причина какая-то существует в природе. Ух ты, какой роскошный пас на Линдс и Оллен. Отличная контратака. Вот это динамовский стиль. Вот так и должны играть все время. Напоминаю вам об этом, если кто-то забыл. 41-31. Маша Черепанова забрала подбор и опять в лицевую. У нас еще один человек, дебютировавший в матче под седьмым номером. Екатерина Арсеньева появляется у Динамо ГУВД. Игра против Тины Чарльз. Бросок со средней. Вероника Дорошева совершает подбор. Посмотрите, Тина Чарльз уже рванулась. Успела сейчас вернуться в нападение. Подстраховать контратаку. А вот этот пас не прошел, к сожалению. Чуть, может быть, повыше надо было задирать. Либо порезче, а пол отдавать. Ну, вот так мне видится этот момент. И как избежать ошибки в нем. Тина Чарльз подбор. Линдс и Оллен. Кристи Толивер. Достанет мяч. Достала. Вернула в игру. Уоллен тут же подхватывает. Посмотрите, не останавливаясь. Вот американки заводные. Какой темп предлагают, да? Ее Вероника Дорошева. Но залетит сегодня. Да, наконец-то. Исполнили. Первую треху мы с вами увидели. Ее автор Вероника Дорошева. Ну, хорошо. Размочили тот ноль, который был. Один из шести. Из семи. Это не ах что. Это какие-то там буквально крохи в районе 20%. Но все равно. Все равно уже стартанули. 44-31. И в этом компоненте. Разменяли нули в статистическом. Борис Ильич начал эксперименты. Вот он выпускает тех баскетболистов, которые вообще не были задействованы в этом матче. Оксана Шабанова на площадке. И она, пожалуй, заменит, насколько я понимаю, Марию Черепанову. И тут же тайм-аут. Вот кого нет, это Тани Видмор. Тани Видмор сегодня нет вообще в заявочном протоколе, на скамейке и так далее. Легкое сотрясение все-таки дает о себе знать. Тани Видмор не появилась сегодня вообще в зале. Как-то она так вот отдыхает. Это произошло совсем недавно. Предыдущий поединок, насколько я понимаю. Ну да. Который Спарта выиграла 77-56. Принципиальное противостояние, но при этом плюс 21. В общем, серьезная разница в счете. Обладая преимуществом своей площадки, видимо, была достигнута. Вот такая разница. Но я спешу на это. Ну вот сейчас последовал фолл Анастасия Логинова. Ну да, прихватывала, наверное, только во время броска. Ну то есть здесь последовательность важна, да, фолл, свисток и так далее. А здесь, когда нарушение, уже идет бросок, а потом только следует свисток, возвращаемся как бы к прошлому, уже пережитому. А вот там помнишь, да, ты споткнулась, а вот там помнишь, ты на нее косо посмотрела. Давайте фолл дадим. Немножко не в том темповом режиме работают арбитры. И мы с вами видим сейчас... Да нет, это не Мария Черепанова, она похожа на нее, но... Номер седьмой, извиняюсь. Да. Ирина Арсеньева. Да, да. На одной волне. Судию информатору Марсеньева забрасывает первые два очка в этом матче. Она вот совсем недавно появилась на площадке. Видели, как полна силы и энергии. При этом реакция хорошая у нее. Здорово, она сейчас этот мяч подобрала, забросила. В ответ неудачная. Атака вот здесь перехватить. И не торопясь, кто задний, да. Толивер на розыгрыше. Сейчас Линдси Уоллен или Уоллен. Сейчас между собой будут делить эту роль. Тина Чарльз. Хорошая очень. Комбинация, треугольник получился. Уоллен на Кристи Толивера и на входящую Тину Чарльз. Там, в общем, никаких премудрости не было особенных. Все просто гениально, но надежно при этом. Сейчас длинный пас не проходит под кольцо. Уоллен вроде на перехвате, да, на работу. Вот это должна была. И Толивер упустила свою. Подстраховывать здесь нужно успеть. Посмотрите, пять очков к ряду укладывает Арсеньева в кольцо московского Динамо. Два очка из-под кольца после подбора. И треха сейчас залетела. Рядом защитницы не было. Ни защитницы вообще никого. То есть вот так вот распределили. Хотя нет, но Толивер бежала. Ну так, мертвому при парке, собственно. Просто обозначение в большей части. И еще одна контратака. Толивер мяч выбивает. Владе не остается. Но опасная тенденция. Я думаю, да, что тайм-аут как раз вот Владимир Штамб берет весьма своевременно. Опустили руки. Видно по настроению. Какая-то раскоординация, рассредоточенность у нас. И тут даже дело не в нападении. Если у нас какие-то комбинационные действия или нет комбинационных действий здесь, безусловно. Все дело даже, может быть, не в разнице в счете. 46-36. Ничего сверхъестественного не происходит. Но вот чтобы не было тенденции сокращения этой разницы. Где-то вот так плюс 14, плюс 16. Это весьма комфортно. И бог с ней пусть она так и останется. Даже если мы одну очку выиграем. Ничего страшного. Главное победа. Но сам факт, чтобы держать какой-то определенный уровень игровой. Да, если мы для Динамо, тем более это очень важно. Это теперь уже своего рода имиджевая штука. Они являются действующими обладательницами Кубка Европы, безусловно. Здесь это важно. Второе. То, что до Нового года шли уверенно, даже не шли уверенно, а занимали вторую строчку в турнирной таблице. Это тоже немаловажно было. Сейчас вот чуть-чуть. В общем, опять подспустились. Естественно, еще раз напомню, но там три команды просто с одинаковыми показателями. Если сказать, спустились, будет, наверное, грубой даже ошибкой. Я извиняюсь за это. Спарта, Динамо Москва и Надежда Оренбург. 9-3 соотношение при... По разнице в заброшенных пропущенных, пожалуй. Да, Спарта наверху, Динамо на второй строчке. И Надежда Оренбург на третьей соответственно. Линдси Уоллин. Один в один против Майомбов. Отдала все-таки пас Тина Чарльз в проход. Пробежку дадут. Да, 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 да. Вот этот широкий, затяжной чересчур. Первый шаг подводит, конечно же. Линдси Уоллин и Катя Федоренкова вместо нее. Она в сочетании с Кристи Толивер. Так, Настю Логину выпустят, не выпустят, непонятно. Сейчас придерживает Владимир Штамп. И еще интересный момент, что Таня Абрикосова не выходит. Да, но это уже концовка третьей четверти. Может быть, здесь как-то больше ответственности не до экспериментов. Хотя какие эксперименты? Эта пара весьма неплохо провела и концовку первой половины в целом. Опа-па! В Майомбо сейчас не поняли друг друга. Сбинтый драмик. Персональные фалы 14-8. Сейчас бы потери показать, поскольку вот потеря была совершенно очевидной. И их 14 у Динамо Москва и у Динамо ГУВД потери. 19 штук. Вот она учтена или нет, 20 фактически, но это чересчур много. Еще одна треха. Катя Федоренко. Пожалуйста, кто распечатывает вот этот компонент? Кто формирует результативность с приставкой суперрезультативность? Да, не индивидуальную, а командную. 49-36. Отрывались уже 13 очков разницы. Настя Логиновой фол. Нет фол в нападении. Сейчас свистят. Владение у Динамо. Москва у московского. Вот она прицеливается опять. Вот на какую ногу смотря, не очень уверена. В общем, бросок в прыжке пока, по крайней мере, не идет. Видно, что дерганное движение такое нестабильное. Федоренко ваша Шабанова играет лично. Потеря случилась. Нет, мяч просто ушел в аут. Владение остается у Динамо ГУВД. И 12 секунд до конца владения. Прошла. Да там не нужно говорить, что делать. Борис Соколовский кричал, чтобы назначили номер комбинации. Она уверенно очень проходила. С завершением только как-то сложности возникли. Это гибче, что ли, нужно быть. Даже не знаю, как. Но дорабатывать кистью бросок, чтобы мяч залетал в кольцо. Движение получилось обрубленным. Неполноценным. Катя Федоренко 5 очков. 5 очков к ряду и 5 очков последних Динамо. Набирает она. Как раз все это справедливо. Все это пятый номер столичного клуба. Шабанова сама бросает, сама подбирает. Сейчас кому-нибудь отдаст. Нет. Без паники вроде на Петерс. Входящих нет по периметру. Но состав не такой подвижный. Как таковых задних игроков нет. Чего добивался этим Борис Соколовский. Наверное, вот такой вот бросковой сессии. И причем более успешной, чем все предыдущие. Ну, может быть, наверное. Не знаю. Давайте посмотрим, как в защите. Это не зона. Лично держит тоже. Паскаленкова второй половине вот в этой четверти так и не появлялась на площадке. Не было ее. От этой практики отказался Борис Соколовский. И я-я-я. Последний бросок фактически в четверти получается. Блин. И он смазан. 51-38. 13 очков в плюсе Московская Динамо. У нас 15 очков у Линдси Уоллин. 11 у Кристи Толивер. И Надя Гришаева пока не сдвинулась с 9 набранных. То есть за эту четверть ни одного очка в ее исполнении. Аня Дабович нарывается на блокшот. И вот сейчас времени не хватило. Можно было с Настей Логиновой соорудить еще какую-нибудь атаку. Да, вот Настя как раз делала скидку на Аня Дабович. Но времени не хватило. Не уложились. Итак, 51-38. Вполне себе. Очень даже неплохо. Я бы так сказал. Так, по результативности. Давайте по передачам. Но и мимо Йомбо. 5 очков. 5 очков у Линдси Уоллин. И минутный. Поговорим о кредитах на примере фитнеса. Так, тренируемся по-быстренькому. Привет. Иногда по-быстренькому себе дороже. Так же и с кредитами. Не спешите брать их быстро и дорого. Приходите в Банк Москвы. Кредит наличными от Банка Москвы – это действительно низкие процентные ставки. Банк Москвы меняет ваше представление о кредитах. Банк Москвы. Большой банк. Маленький процент по кредиту. Итак, минус 18 в Москве. Официальная статистика по погоде. На всякий случай с прошедшим праздником, уж не знаю, кунались вы или нет, я вот себе позволил второй раз в жизни и второй год подряд. Фотосессия будет выложена в Фейсбуке. Так же, как и некоторые картинки, весьма прикольные с этой игрой. Под названием «Баскетбол. Игра больших людей». Вот. Тоже после окончания, конечно же, матча. А пока 51-38 плюс 13. Московская «Динамо» обыгрывает «Динамо» ГУВД Новосибирск в Крылатском, в столичном районе, на улице Островная, в своем родном зале. И помимо результативных передач, которые по пять отдали Линдси Уоллен и Нойми Майомба, здесь никто никого не опережает. В подборах Надя Гришаева проигрывает Девера Петерс. 10 против 14. Ну и 10 уже неплохо, прямо скажем. Перехваты 4. У Насти Логиновой 4 перехвата сегодня. Это суперпоказатель. 15 очков набранных у Линдси Уоллен. Она лидер в матче, не только в своей команде. 11 у Кристи Толивера и на третьей строчке Девера Петерс 10 очков. 9 у Нади Гришаевой. Вот, пожалуй, и все. 9 минут 40 секунд. Еще играть в последней четверти. 51-38. И Нади Гришаева на линии штрафного броска. Кто в пятерке еще у Динамо в игровой? Это Катя Федоренкова. Вот Таня Абрикосова. Вот это сочетание. Еще тремя маленькими играет сейчас Владимир Штам. Линдси Уоллен выпустил Нади Гришаева на позиции форварда и центровая Тина Чарльз. Сейчас как-то мимо проходит. Да, ну вот бывают такие цеплючие фолы, которые сегодня фиксируют арбитр. Вот непонятно почему, зачем и как. Так, Настя Логинова пойдет вместо... У Нади Гришаевой это четвертый фолл, да? Четвертый, не пятый. То есть гипотетически она еще поиграет. 9.20 на секундомере. Напоминаю, что это последняя четверть регулярного времени. Маша Черепанова уверенно очень мяч поймала. Забросила его в кольцо. Хорошие два набранных очка. Хорошая атака в целом. Плюс 12 московская Динамо. И три сразу игрока вышли за 10 набранных у нас в составе. Линдси Уоллен получает. Сейчас по периметру хорошо. Раскручиваем, гоняем зону. Только вот прицеливаться надо, да, что Линдси Уоллен и делает. Абрикосов забывает об этом. Эта передача лишняя абсолютно на штраф сейчас была. Тем паче, так, под руку защитницы. Но не нужна. Переборщили сейчас. Не нужен был этот пас. Лишнее движение абсолютно. Целиться надо, целиться. Вот прессанули, отвалили сразу. Вот видели, да, сейчас поддавила таким рывком Катя Арсеньева. Абрикосову Федоренко. Вот, ну, Линдси Уоллен подняться повыше, да, во-первых. Ну, и вот тут же скидка. И целься же. Ну, целиться надо. Так не одна, так другая. Давай, секунда остается. Катя Федоренкова выбросила мяч, не попал в кольцо, упал прямо в руки. Маша Черепановой. Ну, и вот проход. Опять же, Петерс получает роскошную передачу. Ну, как так в свидетелях. Сама Петерс промахнулась. Не из-за того, что защита помешала. Это вот тот самый момент как раз. Это тот минус, который мы получаем. Вот ушла, Надю Гришаева посадили, да, и в защите вот сразу же дырочка такая образовывается. Настя Логинова, она не так активна, не так агрессивна сейчас играет. Особенно вот в проходах. Вот. По периметру опять же гоняют. Позиционное нападение у Динамо ГУВД. Вроде-то вот так вот персонально справляемся. В лицевую и здесь успевать. Вот. Хорошо разыграли. Под бросок. Вот если бы попали, была бы вообще классика жанра, конечно. Поджали. Чуть-чуть у центра площадки пробежка. Сейчас пробежка, конечно, подтаскивала опорную ногу. Сейчас с навалом играла она в корпус на Тину Чарльз. Это очевидно было. Не рассчитала немного инерцию. И протащила ее так после того, как она дриблинг остановила. Так что у Арсеньева мяч забрали, как и у Динамо ГУВД. Владение переходит к московскому Динамо. И на площадке у наших соперниц Оксана Шабанова она поменяла Майомбо. Майомбо сегодня то ли перегорела, передергалась, то ли еще по какой причине против нее здорово в защите работает. Но не уровень, конечно, ни одного набранного очка для разыгрывающей этой команды. Так, подтверждение. Сейчас мы найдем статистику, чтобы было понятно, о чем идет речь. Майомбо в 12 матчах она набирает в среднем около 7,2 очков. Так, между прочим. Так что, минус 7 очков, пожалуйста, к той разнице, которая на табло. И получить разницу всего лишь в 5 очков. Из-за нее можно цепляться. Арсеньева сейчас еще раз нарушает правила. Но, вы знаете, она очень активно отрабатывает свой игровой отрезок. Ну, она такая позитивная энергия. Правда, не всегда она результативна и оборачивается набранными очками. Но при этом с фолом сейчас остановила на дриблинге Кристи Толивер. Чего делать, спрашиваете на Чарльз у Кати Федоренковой. Но, Катя, не знаю, сказала или не сказала, номер комбинации. Настя Логинова бросила промах, состоялся. Не очень четко все равно следует сейчас организация от Кати Федоренковой. Хорошо, здорово сыграли в защите. И та, и другая пластались. Кате бы надо было, конечно, попробовать этот мяч оставить у себя в руках. Прямо двумя его схватить и не отдавать никому. Этого не получилось сделать. Хабанов один в один отдает передачу. Это Борис Соколовский, главный трейлер Динамо ГУВД Новосибирск. Проход под кольцо. Хорошие набранные два очка. Такие рабочие, правильные. Да, по делу. Здесь ничего из мистики не было. И из такого архивезения непонятного. Вот 3-2. Зона построена. Бегают. Нет, не успели. Катя Федоренкова, это вторая треха в ее исполнении. Не залетает. При этом был еще проход. Если вы помните, и у Федоренкова уже 8 набранных. Еще один игрок приближается. Причем так просто. Вот за эту четверть. Она позволяет себе такой скорострельность и результативность. 57-44 плюс 13. Она отняла мяч, но не так чисто, как хотелось бы у Шабановой. Поэтому нарушения правил ей свистят. Замена следует у наших соперниц. Арсеньева уходит. С площадки выходит Маша Бакулина. И вместо Насте Логиновой кто вышел? Надя Гришаева. С заступом хорошо сейчас сыграно. Широко вернулась она к Петерской своей. Как раз против которой играет. Проигрывает по количеству подборов ей. Бросок со средней. Чарльз забирает отскок дальний. И пошло-поехало. Федоренкова быстро перешли через середину площадки. Нашли Надю Гришаеву. Защитница у нее висит рядом. За спиной прямо вот. Еще раз Надя Гришаева. Наш подбор. Откинули мяч назад. 24 секунды в распоряжении Динамо. 4.45 еще играть. До конца регулярного времени. До конца заключительной четверти. Еще одна треха. Катя Федоренкова. Третий к ряду, да. На всякий случай. И при этом за 10 выходит. У нее 11 очков. 9 она как раз с дальними выстрелами. И 2 в проходе. Набрала. Можно сказать, что это такое главное. Главное. Не особо заметное. Но при этом главное действующее лицо. Последней четверти. 60.44. Сейчас попробуем найти. Просто я немножко застопорился. Сейчас, 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 сейчас. 52.38. Вот где-то так вот в этом пределе. Ну, сейчас, 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 какой счет. 51.38. Да, 52.38, судя по всему, такой счет и был. И как раз вот эти 11 очков, чуть ли не она одна набирает, да. Получается, в этой четверти все очки. Катя Федоренкова. 60.44. Плюс 16. Уверенное лидерство. Уверенное. Да, при этом 44. Сейчас, опять же, 38. Да, ну, какие-то там 4-6 очков себе позволили набрать соперницы. А это по подборам. 38-35 у нас преимущество, но не очень велико, кстати. Такая прям существенная разница. Ну, и по ростовым показателям мы не превосходим наших соперниц. Тут, безусловно. С учетом даже Паскаленко, Юлия, мы уступаем ей. О, какой резкий пас. И перешли тут же. Надо побыстрее через центр площадки. Толивер на Катю Федоренкову. Катя. Нет, все равно команда, она не перестанет играть. Хоть и почувствовала уверенность, имела право на бросок. Может, даже больше по результатам последних атак, нежели Тина Чарльз. Но Тина получила промахнулась. Достать. Молодец. Настя Логинова. Таня Абрикосова. Катя Федоренкова. Тина Чарльз. Хорошо. На паузе. На сей раз исправляет. Тина Чарльз. Еще раз, да, похоже, Катя Федоренкова роскошно. 13 набранных очков. Ну, я рад за эту баскетболистку. Рад, конечно же, вот тому игровому отрезку, который она проводит. Так удачно он складывается. Это не просто так. 15 у Линси Уоллин, 10 у Нади Гришаевой, 13 у Кристи Толи. Роскошная картина командной работы и результативности. То есть 4 очка вышли, 4 баскетболистки вышли за 10. Ну и, собственно, за счет них и формируется вся результативность. Да, это уже 40. А с учетом 3, ну, 40, допустим, 4 набрали 10 и больше. Вот если брать по 10, то это уже 40. Соответственно, плюс 3 у Федоренковой, плюс 5 у Линси Уоллин, это 8. Плюс 3 у Толивер, это 11. Я к чему? 51 и остальная команда набрала вот как раз 13 очков. Недостающих. 64-44, 20 очковый отрыв. Уверенный очень. Концовка этого поединка. Не то, что додавили, да, это называется, доиграли на классе, на уровне. Так все прям вот. Дорогие друзья, 9 секунд и окончание 4 минута. 64-44. И Динамо Москва. Дорогие друзья, 22-го. Мы ждем вас в нашем прекрасном 20 раз в бутылателе. 22-го числа. Начало в 19.00. 19.00, очередной домашний матч. Поэтому всех ждут. И у экранов, кто не поедет, безусловно, мы тоже. Так, Маша Черепанова заряжает трехочковый бросок. Трехочковый был? Нет, дали заступ все-таки, нашли. 46 очков, было 44 против 64. Три минуты, последние три минуты этого матча будут разменены. Сейчас Катя Федоренкова пойдет обыгрывать. Нет, бросила, сбавила, разбавила таким образом свою безупречную доту-го статистику. Вот надо было от счета, наверное, чуть почетче сейчас бросала начистую. Таня Абрикосова уходит, Таня Дабович наигрывает ее. Нет, промахнул сейчас Бакулина, хотя в выгоднейшей ситуации находилась. Я так затаился, даже ждал, что придется объявлять, что мяч в кольце все-таки оказался. Вышла Наталья Потемина под девятым номером у наших соперниц. Она забросила Шабалова. Оксана номер 24. Шаба-Нова. И у Нади Гришаевой находит очередную пробежку. Кстати, она на четырех фолах уже играет, и причем играет давно. Но при этом статистика та же самая. Средняя хорошая у нее по чемпионату. 10 набранных очков, может, чуть ниже обычного, чуть выше обычного. Хотя какой? У него пониже сейчас обычного. 14 очков у него статистика. Нади Гришаевой. Уверенно играет. Теперь уже две минуты осталось. Так, Черепанова отдала передачу. Бросок последовал, но пересидела на скамейке давно уже. Недоразмятая Наталья Потемина. Вот вышла, поэтому промахнулась. У нас Ольга Новикова, кстати, на паркете с Катей Федоренковой. И Нади Гришаева получает передачу. Анастасия. Логинова на площадке. Маша Черепанова бросила, промахнулась. Чей подбор Бакулина забрала, не добавила. Еще один подбор у Нади Гришаевой. Вы знаете, вот по подборам теперь она вряд ли. Петерсу вступает, если брать. Командную статистику. Так, нужно сравнивать Гришаева. 9 подборов. И что касается Петерс, то у нее их, а нет, не перепрыгнуть. У нее 16. 64-48. Это по персональным фаллам. Чаще нарушаем правила, но при этом, знаете, это не катастрофа. 16 против 11. Ну и что? Зато почти плюс 20. Перевес по счету. Борис Соколовский и его команда. Крупно были на ваших экранах. Ну а это Владимир Штам. И Московская Динамо. Ну что ж, очередная победа. Одержанная, можно так сказать, уже фактически констатировать этот факт. Оренбург-Спарта. 29-13 только начали. Дело происходит на площадке Надежды. 14 января. 85 лет исполнилось бы Владимиру Петровичу Кондрашину. Это же светлая память. Великий тренер. Олимпийский чемпион 1972 года. Ну и сегодня еще одна игра Динамо Круз в Красноярск. Она чуть попозже и начнется. Мы уже заканчиваем, собственно, нашу прямую трансляцию сегодняшнюю. Крик очков! Ну вот, пожалуйста. И Настя Логинова еще одну треху зарядила. Пыталась она уже, но попала. Это в купик к успехам Кати Федоренковой. 67-48. Опять вернулись к 20-очковому преимуществу. Плюс 19. Последняя минута. Доигрываем. Спокойно, празднично. И теперь уже абсолютно понятно, что мы одержали 10-ю победу в этом рейтинге. В регулярном чемпионате. В 13 матчах. Теперь пусть постараются Спарта и НКО выиграть. Ну и Надежда из Оренбурга. В случае, если хоть один из клубов этих соперников оступится, то, в общем, Курск в случае успеха не догонит Динамо. Это раз. Это констатируем факт. Энергия Иванова у нее 6-6. Соотношение в 12 поединках. Это точно. Тоже им не дано. Но у ГМК 12 к 1. Их мы не настигнем. Так что вторая строчка со Спарты, если она сегодня одержит верх, может быть. А может быть и чистое второе место. Хорошо. Новикова забирает подбор. Катя Федоренкова. 19-18 секунд. Все можно провести в атаке. Катя один в один играет. Обыграла. Сделала скидку. Логинова прошла. И Надя Гришаева. Молодца. Волейбольным приемом. Эффектное завершение. И плюс 21. То есть карточная разница. 69-48. Как финальный счет им. С победой вас. Еще раз с прошедшим праздником. С удовольствием. Для вас матч отрабатывает Михаил Решетов. Так что следующая встреча у нас получается 22-го числа в 19.00. Здесь же на улице Островная в московском районе Крылатская. Спасибо вам за внимание. Коллегам за помощь в проведении репортажа. Для вас работал Михаил Решетов. Всего доброго. Поговорим о кредитах на примере фитнеса. Так, тренируемся по-быстренькому. Привет. Иногда по-быстренькому себе дороже. Так же и с кредитами. Не спешите брать их быстро и дорого. Приходите в Банк Москвы. Кредит наличными от Банка Москвы – это действительно низкие процентные ставки. Банк Москвы меняет ваше представление о кредитах. Банк Москвы – Большой банк, маленький процент по кредиту. Принимайте взвешенные решения. Спасибо. 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 Соколовский, главный тренер «Динамо ГУВД» Борис Ильич. Ну, не удалось сегодня одержать победу. Есть ли плюсы выносить все-таки из сегодняшней встречи? Что можете сказать о своих девушках? Единственный плюс, который мы получили, к сожалению, это то, что мы заиграли резервистов. У нас, в принципе, серьезные кадровые нехватки в составе из-за того, что ряд игроков по разным причинам болезни, травмы не приехал сюда. И, конечно, самая главная наша слабая позиция была на месте первого номера, потому что не выдержала той нагрузки наша основная задняя «Найми Майомба». А Евгения Финагентова и Ольга Соколовская не смогли принять участие в игре. В итоге мы практически большую часть игры отыграли без нормальной организации, наделав массу потерь. Ну, если выделять какой-то участок, отрезок игры, в какой момент произошла, так скажем, точка невозврата, когда уже сделали такое преимущество, что вернуть игру в свою пользу было невозможно? Ну, я думаю, тогда, когда разрыв уже перешел за 15 очков. Потому что, когда разрыв держался 10 очков, по большому счету, эти 10 очков, в общем-то, отыгрываются при удачной игре своей и при нескольких ошибках, допустим, противника. И даже в концовку, примерно минуты за 4-5, иногда и за 3 можно входить в концовку с достаточно таким небольшим разрывом в 10 очков. Но мы в концовку вошли с гораздо большим разрывом не в нашу пользу, и вот уже точку невозврата мы, в принципе, почувствовали уже намного раньше. Что ж, не будем задерживать Бориса Ильича на собрании, у «Динамго» до сейчас собрания. Вам удачи, спасибо большое. Спасибо, до свидания. До свидания. Продолжение следует... Со мной Владимир Штам, Владимир... Здравствуйте. Еще раз, Владимир Ильич, простите, у меня только что тоже был Борис Ильич. У нас Ильичей, да. Да, вот, и хотела вас спросить, во-первых, с победой поздравить и спросить, насколько остались довольны игрой, понесли потери, Таня Видмир выбыла из состава, да, игрок весомый, игрок центральный. Скажите, какие ощущения после матча? Ну, победа всегда приятна, но наши поражения в двух решающих играх не были случайными, к сожалению, и эта игра в очередной раз это показала. Ну, ваши девушки сегодня были по-настоящему злыми, потому что правильно отметили два поражения, да, в предыдущих двух турах чемпионата России. Можете сказать, что сегодня матч пошел на пользу, потому что задействовали скамейку? Мы надеемся, что он пошел на пользу, но не только потому, что мы задействовали скамейку, а более серьезный анализ покажет анализ видео. Кого из игроков отдельно можете выделить и кого из игроков противника, ну, кто собирал определенное внимание на себе, кому особенно готовились? Мы не готовились особенно никому, потому что у них, к сожалению для Бориса Ильича и, к счастью для меня, нет ярко выраженного лидера. Поэтому мы отрабатывали свои защитные действия в типовых ситуациях, а в нашей команде я, пожалуй, выделил бы сегодня Катю Федоренко. Что ж, спасибо, с победой еще раз и отпускай на Демиловича. Спасибо. Спасибо. Анастасия Логинова рядом со мной, вас с победой в первую очередь. Ну, расскажите, в какой момент поняли, что отрывы им уже не сократить, в какой момент поняли, что счет настолько комфортный, настолько удобный, что победа на 100% у Динамо? Ну, это поняли уже ближе к концу, потому что все равно девчонки боролись, все очень хорошо и очень долго сопротивлялись. И, ну, я вот лично до конца не была уверена, что комфортный счет и что догонит, ну, думала, что догонит, может быть. Но потом посмотрела в игре, так думаю, плюс 20 уже, думаю, ну, не, уже все, наверное, уже не догонят. Ну, наверное, это где-то было уже в четвертой четверти. Вот Владимир Штам отметил, что для счастья для Динамо, да, нету явного лидера в составе Динамо ГУВД. Для вас это не просто команда, да, вы в этом клубе провели часть своей карьеры. Вы знаете команду изнутри, кого-то сможете назвать? Ну, у нас в прошлом году был абсолютно другой состав, там осталось очень мало народу из того состава, который был в прошлом году, когда я играла. Сейчас могу отметить Машу Черепанову, потому что она долгое время играла в сборной России и здесь в Динамо тоже. Так, ну, вот иностранки у них тоже хорошие. Не знаю, так как нет на самом деле явного лидера, то нам проще было. Вот, но так все борются, все молодцы. Какое, в общем-то, настроение в команде? Потому что, если вспомнить два предыдущих туры чемпионата России, к сожалению, потерпело поражение Динамо. Вот в связи с этим, какие настроения? Ну, сначала было, конечно, обидно, и споры какие-то пошли, разлад немножко небольшой, такое-то чувствовалось на тренировках. Но сейчас все собрались, все хотят дальше играть, выигрывать. То есть это был такой, как удар ниже пояса, можно сказать. Но вот на игре в Бельгии очень много как бы дала эта игра, потому что все поняли, что дальше уже некуда падать. И нужно сейчас выкладываться, потому что если сейчас не выложиться до конца, то будет дальше еще тяжелее. И поэтому сейчас настрой очень хороший, боевой. И мы работаем дальше, продолжаем отрабатывать какие-то моменты, ну, наигровки, чтобы в игре с более сильными командами нам было попроще. Так что сейчас у нас все нормально. Вот следующий соперник уже в среду, да, очередной Еврокубковый матч. В преддверии таких встреч лучше встречаться вот с таким соперником, как Динамо ГУВД, когда ты плюс 20 выигрываешь? Или все-таки с соперником уровня Спарта, УГМК? Нет, я думаю, все-таки хорошо, что у нас сейчас такой именно соперник, потому что у нас была сложная поездка в Бельгию, в Венгрию. Вот, и сейчас здесь будет с ними сложнее намного играть. И хорошо, что сейчас есть возможность некой отдохнуть и лидером команды, поиграть, как бы, тем, кто меньше играет. Вот, и я считаю, что сейчас это хорошо, что у нас такой соперник был. У нас есть больше времени, больше возможностей подготовиться именно к этой игре. Ну что ж, мы желаем Динамо в среду удачи, и спасибо большое, Настя Лагиновой. Спасибо. Прыгрую. Не боюсь. Да не бойся. Поехали чуть-чуть. Ко мне чуть-чуть. Екатерина Федоренкова рядом со мной, Катя, вас с победой еще раз. Какие эмоции и впечатления от игры остались? То есть, потому что вы сегодня были палочкой-выручалочкой у Динамо и провели достаточно много времени на площадке. Как вам игра? Игра вначале была тяжелая, и мы во второй половине игры собрались, и все-таки команды решили заказать, что мы лучше. А вообще ожидали такого сильного сопротивления? Потому что первая четверть, 15-14, и по игре, да, ну, настоящая борьба. Конечно, потому что нет слабых соперников, и когда команда ниже классом чуть, да, тяжелее играть, потому что это настрой на игру должен быть, и все-таки, ну, тяжело, когда более ниже классом. Труднее где-то мотивацию, более расслабленным выходишь? Ну, не то, что расслабленнее, а как бы это в голове, может быть, остается что-то. Вот, ну, хорошо, что собрались и доказали. Татьяна Видмир, нет, не присутствует она в составе, да, травмирована, сильной на площадке не хватает? Да, конечно, потому что у нас только три больших игрока осталось, и ротация нужна, и все-таки она капитан команды, и поддержка тоже нужна ее. Давайте, пользуясь случаем, передадим ей быстрее поправляться. Танюш, да, давай, поправляйся мы с тобой, и это победа тебе. Да, вот так вот вместе мы просим Таню быстрее поправляться. Здравствуйте, Катерина Федоренкова, с Победой Динамо еще раз спасибо большое. Спасибо, все супер. Спасибо большое. Врезаем, врезаем, все, все, врезаем. Спасибо. 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 В темноте, да, ну ладно. Мария Черепанова рядом со мной, любимица не только болельщиков, но и всей мужской, мне кажется, части населения, потому что до матча все очень ждали вашего приезда, я знаю, по своим коллегам, вот, надеюсь, они увидели и порадовались вас. Расскажите, какие впечатления от игры, несмотря на поражение, что можно вынести из сегодняшней встречи? Вы знаете, на самом деле, я очень мало вижу плюсов в нашей игре, потому что мы очень много промахнулись и очень много сделали потери. А что вот как бы вынести хорошего, честно даже не могу сказать. Были какие-то моменты, когда мы отрабатывали вроде в защите, там, но их было так мало, то хорошего вообще нет. А с чем не справились? Потому что начали абсолютно на равных, это чувствовалось и на площадке, да, и вот даже по разговорам сейчас с Динамо, они говорят, что сопротивлялась Динамо ГУВД, что хороший соперник. Ну, начали, может быть, и хорошо, но это совсем мало в начале было. Потом пошли быстрые отрывы, не справились немножко в защите с некоторыми маленькими игроками, не подобрали подбор, вот и вся игра. И, опять же, много потеряли мяч, просто там за 20, по-моему, у нас потери в этой игре. А какую-то точку невозврат, вот при какой разнице, когда насколько оторвалось Динамо, вот, но стало понятно, что уже трудно очень игру вернуть назад? Ну, как бы до последней минуты боролись, наверное, уже в конце, там, за последние 3 минуты, может быть, как бы понятно, что уже не выиграем. Но так старались бороться, пытались, но совсем у нас сегодня ничего не получалось. Спрошу вас немножко про баскетбол, но немножко от игры отойдем. Который матч подряд уже присутствует Антолий Мышкин, да, главный тренер женской сборной, вы претендент, кандидат в национальную команду. Это вас как-то дополнительно мотивирует или мешает в какой-то степени? Ну, это точно не мешает. Насчет мотивации тоже не знаю, знаю Анатолия Мышкина давно, как бы, ну, не знаю точно, мандража нет. Пытаюсь показать свою игру, и все. А насчет кандидатов узнаем в конце сезона. Это, теперь, хотелось спросить, это первый сезон вас в Динамо ГУВД, верно, в Новосибирске? Как вам там играется, как вам команда? Там, я так понимаю, гораздо холоднее, чем даже здесь сейчас. Ну, как бы, к морозам я привыкшая, потому что, в принципе, родилась на Урале, так что нормально с морозами. Команда, в принципе, молодая, но просто, не знаю, мне кажется, они всегда занимали 8-9 места, и нам чуть-чуть не хватает вот этой веры в себя. То есть, так, внутри коллектива все хорошо, тренер хороший. Ну, все знают Бориса Ильича, в принципе, лишняя реклама ему не нужна. Вот, в Новосибирске нравится. Супер. Мария, мы вам желаем веры в себя в первую очередь, и благодарим Марию Черепановну за то, что нам время уделила. Спасибо большое вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.